По ситуации с больницей Струнино может быть возбуждено уголовное дело. В федеральном телеэфире накануне прошла информация, что поставленные президентом сроки ремонта объекта срываются. Местные жители жалуются, что здания райбольницы и детской поликлиники не оснащены современным медоборудованием, что больницу перестали снабжать медикаментами и гражданам предлагают покупать лекарства за свой счет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома провести доследственную проверку. Следователи будут анализировать действия или бездействия местных чиновников, проверять доводы граждан. Если информация о нарушениях, в том числе финансовых, подтвердится, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас идет процессуальная проверка. Территория смыслов переезжает, Росмолодежь работает над техзаданием по новой площадке. По словам первого замглава администрации президента Сергея Кириенко, форум нуждается в совершенствовании инфраструктуры и улучшении условий проживания. Кириенко также отметил, что из-за большого количества спикеров форум было бы удобнее проводить недалеко от Москвы. Всероссийский молодежно-образовательный форум «Территория смыслов» проводится во Владимирской области каждое лето с 2015 года. В прессе появилась информация, что на его площадку теперь может претендовать ВЛГУ. В музее «Хрусталя» советские новогодние открытки любопытная выставка открылась в Гусь-Хрустальном. На ней представлено 18 новогодних поздравительных открыток советского времени из коллекции Владимира Судольского музея-заповедника. История новогодней открытки в России насчитывает более 100 лет. Советским людям нравились изображения животных, сказочных персонажей, пейзажей. Также популярны были карточки с кремлевскими курантами, самолетами, новостройками. Выставка проработает до 21 января будущего года.